В основных целях речевого развития считалось развитие дары слова, то есть умение выразить точное, богатое содержание в устной и письменной речи. Мы рассмотрели понятия предметом технологии развития речи, язык речи, развитие речи, обучение языку, функции речи, речевой язык, речевое умение. Также мы раскрыли понятия по этим определениям. Эти понятия мы рассмотрели. Мы рассмотрели понятия Валентины Ивановны Яшиной, Оксаны Семеновны Ушаковой, Константина Дмитриевича Ушинского, Даниэля Борисовича Ильконина, Льва Семеновича Выгодского и Алексея. Учебные возможности сводятся ко времени необходимому ученику для уровня учебного материала. Учебные возможности детей рассматривают по тому, как они воспринимают учебный процесс. Например, есть аудиолы, дисплативные эстетики. Вот к эстетикам, например, тяжелее воспринимать учебный материал, а аудиолы не могут воспринимать... Они, наверное, были рассмотрены исторический аспект, тема технологии речевого развития детей. В частности, я рассматривала новое время и новейшее время. Если в Фраце, то их можно характеризовать следующим образом. Новое время — это период с 15 по 19 века. И основной особенностью именно развития педагогики с точки зрения речевого развития детей можно характеризовать тем, что в это время становится очень актуальной необходимость образования именно на родном языке. В частности, Пистолоксе разрабатывал теорию элементарного образования. Он считал наиболее важной способность именно правильно употреблять слов и строить именно обучение с точки зрения правильного развития детей. Он определял первым, по-моему, даже определил три этапа педагогической работы по развитию речи детей. Это обучение звука, обучение слову, обучение речи. И он разработал систему упражнений для развития познавательных речевых способностей. И в дальнейшем эти идеи уже получили свое развитие как в западноевропейской педагогике, в частности, в работах Фрёбле, так и в отечественной, в работах Ушинского, Тихеевой. В то же время, в начале 19 века большое влияние на развитие именно теории, практики, дошкольных образовательных учреждений, опять-таки оказал Фрёбель. Он стал рассматривать развитие речи детей именно как умственное и социальное развитие. И он первым предположил, что если организовывать свободное общение ребёнка с разными людьми в процессе таких видов деятельности совместно со взрослыми, как наблюдение, игра, сообщение, знания по ходу дидактических игр именно помогут развивать речь ребёнка. В то же время, если рассматривать новейшее время 20 века, 21 века, то здесь уже методика развития речи детей как отрасль педагогики стала складываться как раз-таки приблизительно 20-30 годы. Её становление развития происходило уже под влиянием богатых традиций, так скажем, начального обучения русскому языку. Это оформление методики, это различные появления, возникновение различных теорий общественного дошкольного воспитания. В частности, в период до Великой Отечественной войны, это период уже научного обоснования, идеологической оценки, пересмотра педагогического наследия, до революционной России. И в это время именно особенностью является идея о ведущей роли литературы в развитии речи дошкольника. Под информационно-коммуникационными технологиями подразумевается не только использование компьютера, интернета, телевизора. Также это любые DVD, CD, матимедийные презентации, аудиооборудование. То есть все то, что может представлять широкие возможности для коммуникации. Например, можно предлагать задание детям по сочинению рассказов по картинке. Например, предлагается несколько картинок на экране, и ребенок должен составить рассказ по данным картинкам. То есть первая картинка, допустим, начало, вторая основная часть и третья заключительная. Также необходимо учитывать санитарные нормы при использовании информационно-компьютерных, коммуникационных технологий. Проблемы по теме технологии речевого развития детей. Я рассматривала этапы античность и средние века. По отношению к изучению речевых процессов античности, этот период можно определить как зарождение первоначальных представлений о речи и речевой деятельности, многие из которых возникали в рамках философии и носили сугубо зрительный характер. Так, великий философ Платон рассматривает речь как деятельность и порождение сознания человеком. Платон считает, что имя — это орудие обучения и распределения сущностей. Философ ставит вопрос обучения роли личности. Платон не только ставит, но и пытается найти решение основополагающих проблем речевой деятельности, которые сейчас изучаются по сей день учеными. Далее речь рассматривал великий, выдающийся философ Древней Греции — это Аристотель. Он создаёт развернутую систему представлений о речи, которая оказывает большое влияние на исследования в течение многих последующих веков. В своих трудах Аристотель подчёркивает, что речь — это знаковое явление. Он выявил 10 категорий, которые в дальнейшем послужили основанием для соотнесения с определениями частями речи. То есть он задал 10 вопросов, которые в дальнейшем дали продолжение соотнесения частей речи. Следующий учёный — это индийский учёный Бахатхари, утверждал, что предложение — это основа языка, потому что оно выражает мысль. Средние века — это учёные средневековья в процессуальном аспекте, в основном занимали её семантический компонент. Речь изучалась чисто рационально, без исследования поведенческих, конкретных знаний. Так, например, Августин рассматривал речь первым и высказал идею универсальной всеобщей грамматики. Вся деятельность дошкольной образовательной организации основывается на нормативно-правовую базу. Также и каждая образовательная область в ГОСБО регламентируется нормативно-правовой базой. Образовательная область речевой развития основана на таких документах, как Первая конвенция о правах ребёнка. Конвенция — это документ педагогического значения. Оно является основой педагогики и воспитания детей. Основная идея конвенции заключается в обеспечении интересов ребёнка. Её положение сводится к четырём важнейшим требованиям. Это выживание, защита, обеспечение активного участия в жизни общества и развитие. Как мы знаем, развитие детей по ГОСБО происходит в пяти направлениях, то есть в пяти образовательных областях, и среди которых есть речевое развитие. Второй документ — это концепция дошкольного воспитания, в котором написано, что реализация специфических... ...диологической, монологической форм и различных форм, видов детской деятельности, «Практическое владение воспитанников нормы ГОСБО». Речевое развитие по ПГОСБО — это одна из важнейших образовательных областей. Можно возразить, что не менее важно познавательное или физическое развитие, художественно-эстетическое или социально-коммуникативное. Да, они все важны, но полноценное развитие детей в любой из образовательных областей невозможно без речи, без общения, без коммуникативной деятельности. Образовательная программа ДО реализуется на государственном языке. Программа может быть реализована и на языке народов России, но не вовремя.